Наша встреча состоялась в зале тренажёров в центре подготовки космонавтов. Готовился очередной экипаж. Десять лет. Довольно большой срок в человеческой жизни. Очень приятно, что дело, в котором нам пришлось принимать участие, дело создания орбитальных станций, продолжается. И сегодня мы имеем дело уже со вторым поколением долговременных орбитальных станций, что от первой экспериментальной станции, которая, в общем-то, существовала какие-то часы, сейчас мы перешли к эксплуатации долговременных станций уже годами, а срок продолжительности работы на них исчисляется сотнями дней. Ну, я должен признаться, что у меня существенно изменились вообще взгляды на космонавтику. Десять лет назад я, прямо скажу, не верил в многомесячные полёты, а сейчас мы их видели, поэтому вообще иначе смотришь, на перспективы освоения космоса. Но, правда, они изменились в лучшую сторону, то есть стали более оптимистичными. Мне в процессе того полёта пришлось вместе с Алексеем Станиславовичем выходить в открытый космос. Мы где-то были меньше часа. То есть сейчас уже в космос выходят и часами работают, и на фоне длительного полёта выполняет выход в космос. Нужно сказать, что первый наш полёт был трое суток. Десять лет назад, 1969 года. Сейчас мы понимаем, что эти трое суток входят в период адаптации во время полёта. В принципе, адаптация идёт индивидуально, но, в общем-то, около десяти суток. И особенно сложные периоды реадаптации снова после возвращения, после длительного полёта на Землю. Второй полёт я выполнял в течение 49 суток. И, в общем-то, это довольно сложный процесс, когда вновь вернёшься на Землю и снова привыкаешь к тому всему земному, которое было. Вот в этом смысле несколько изменилось моё отношение к невесомости. Ну и последний вопрос ко всем, поскольку у вас всегда всё планируется очень тщательно в космонавтике. Ваши планы на следующие 10 лет? Продолжать работать в этой области, дожить до массовых полётов, дожить до постоянной работы в космосе, десятков людей, десятков специалистов. Ну и лет через 10 в качестве пассажира слетать. Главный план – не менять своей привязанности к этой технике, к этим людям, с которыми мы сегодня работаем. Хотелось бы ещё раз побывать в полёте. Снова встретиться с невесомостью. Ну и, конечно, хотелось бы ещё слетать. Спасибо. Продолжение следует...